В Волгограде полным ходом идет реконструкция привокзальной площади. 23 августа, в день годовщины массовой бомбардировки Сталинграда, в этом месте города должен появиться фонтан «Детский хоровод», который украшал площадь в довоенное время. Инициатором восстановления фонтана стал известный российский байкер Александр Залдостанов. О своей задумке и ее реальном воплощении он рассказал в ходе своей встречи с волгоградскими ветеранами. Репортаж Натальи Стегницевой. С идеей установить на привокзальной площади точную копию монумента выступил знаменитый байкер Александр Залдостанов в рамках проведения в регионе грандиозного патриотического байк-шоу, который состоится в ночь на 24 августа. Я хотел бы, чтобы этот символ был именно установлен в день байк-шоу. Чтобы на историческом месте оказался тот фонтан, который действительно является символом Сталинграда, непокоренного Сталинграда. Именно в эти даты, в момент начала бомбардировок, ничего не смогли с нами сделать. Ничего не смогли с нами, невозможно было погореть ту страну. Подарком для ветеранов и жителей региона станет возрождение фонтана детских хоровод, который был установлен здесь до войны. Во время страшной фашистской бомбардировки летом 42-го года скульптура была повреждена, а после, уже в мирное время, ее демонтировали. Проект воссоздания знаменитой композиции поддержал губернатор Сергей Баженов. Он дал поручение правительству региона оказать содействие и в благоустройстве при вокзальной площади и в организации самого патриотического мероприятия. Чтобы действительно это мероприятие стало значимым, оно носит чисто патриотический характер. Губернатор сегодня это не просто поддерживает, а возглавляет эти мероприятия. Вот нам в правительство поручено сегодня сделать все, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне. Идею проведения международного патриотического байк-шоу одобрили и ветераны. Главный смысл мероприятия в том, чтобы укрепить связь поколений, напомнить молодежи о великом подвиге дедов и прадедов, о том, какой страшной ценой досталась Великая Победа. К слову, этот проект задуман еще и как символ братства между славянскими народами. Планируется, что между Севастополем и Волгоградом будет подписан побратимский договор. А начнется мероприятие на Сталинградской земле 23 августа с памятной акцией на Мамаевом Кургане и в одном из православных храмов, чтобы почтить память тех, кто погиб во время страшной бомбежки города в 1942 году. Когда Александр рассказал и о скульптурах, и об идеях, и о пропаганде многих-многих имен защитников Сталинграда, и о святых иконах, которые они привезут, и украинские ветераны привезут и передадут нашей обители православной на Мамаевом Кургане, я свое мнение высказал. Говорю, я из оппонента становлюсь соратником. Это искусство, которое должно порадовать волгоградцев. Это не какое-то там шоу музыкальное, а это программа, которая сопровождается патриотическими песнями, музыкой и так далее. Вот это очень важно. Особенно понравилась ветеранам идея возрождения одного из символов довоенного Сталинграда – фонтана на привокзальной площади. Уже известно, что копия этой композиции в виде разрушенной в результате фашистских бомбежек скульптуры будет установлена как памятник возле мельницы, рядом с музеем-панорамой. Ну а действующий фонтан воссоздадут на привокзальной площади. Работы здесь уже идут полным ходом.